Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сёстры, с древней земли Херсонеса. Здесь, сзади меня вы видите, это развалины древнего города и то, что осталось от древнего храма, храма ещё шестого столетия, но храм шестого столетия, этот написано там, он построен был на более древнем храме, на более древнем храме, то есть там было место ещё где первые христиане собирались. И вообще, здесь вот на территории этого городка археологи нашли неоспоримые свидетельства того, что с первого столетия нашей эры здесь проживали христиане. Да, и собрания христиан первого столетия, первых двух столетий, трёх даже, первых, да, трёх столетий именно римского периода, они были чаще всего подпольные собрания. Они были нелегальные собрания, и они были либо на домах, судя по факту многим, да, археологическим, но или же по старым традициям, как в Риме, допустим, в других городах, где-то в каменоломнях, в пещерах, где-то за городом, где-то там, где трудно было их найти. Ну, не от хорошей жизни это было всё, конечно, потому что первые верующие первых 300 лет были чаще всего гонимые. Церковь была гонима, и прошла очень непростой период своего развития. Церковь прошла таких 10 этапов даже гонений, 10 периодов римских гонений. Не все императоры были гонителями, конечно. Были добрые императоры, были императоры благосклонны к христианству, даже такой, как вот Александр Север, допустим, в третьем столетии. Тот вообще, даже католические историки многие о нём пишут, что он как тайный христианин, православный историк, допустим, Михаил Постнов, другие историки пишут о его матери, которая была христианкой. То есть, уже как бы были на римских престолах порой императоры, которые не только отменяли гонения на христиан, но даже и где-то помогали церкви. В Риме, допустим, даже в третьем столетии был построен храм, так общеизвестный факт такой. Вот, место, где собирались христиане, открыто уже. Но потом снова, правда, начались гонения после уже Александра Севера. Да, вот такие были непростые времена, но в 313 году ситуация поменялась кардинально, потому что в 313 году римский император, а вот эта территория относилась тоже к Римской империи огромной той, мы сейчас с вами на окраине Римской империи. Здесь, как бы, Сибирь римская была, как бы, сюда ссылали каторжных, сюда инакомыслящих всяких, неугодных, с глаз подальше куда ссылали. На каменоломни, на принудительные работы и прочее. Или просто на поселение. Вот, вот, это окраина империи. Так вот, в то время империя была огромна. При Черноморской побережье, это одно. А весь, вся Европа, ну, Азия, большая часть, Ближний Восток, вот. Это огромные, южные, северные земли африканского континента. Это все Римская империя, огромная Римская империя. Даже она была настолько уже, как бы, трудноуправляема, что приходилось порой делить ее, там, на четыре части. Тетрархи были. Или же две. Западная и Восточная, по крайней мере. В начале 4 века, западной и восточной части, Константин император и Ликиний, два этих императора, в Милане, в Риме, в Римской этой империи, в городе Милане, они подписали Миланский эдикт, по которому христианам давалась свобода. И началась новая история. В жизни церкви, да, новая страница. Сегодня вечером я буду об этом говорить. Вообще, вот, всю эту неделю здесь, в Севастополе, семинар провожу по истории христианства. Но я молюсь о том, чтобы не только, вот, древнее христианство мы вспоминали, да, не только мы говорим о том, что было когда-то, но о том, что и есть сейчас, и о том, что будет завтра. Мы знаем, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись, и в каждом поколении, и тогда, в древности, и сейчас, благая весть распространяется. И это, ну, хорошее исполнение хороших слов Иисуса о Втором пришествии. Он говорил, что и проповедено будет все Евангелие Царства во всех народах, и тогда придет конец. Да, друзья, мир всем вам, благодать да умножится. Благоставляю всех вас, возлюбленные, с этой древней земли. Здесь, представьте, две тысячи лет назад почти, да, вот ходили тоже разные люди. Их уже давно, уже давным-давно уже нет. Их прах их здесь развеян, как бы, да, там, стал частью земли этой. Приходят поколения, уходят поколения, рождаются новые поколения. А Господь наш тот же самый, и сегодня Он тот же, друзья. И тогда страсти бушевали, и в этих кварталах, да, какие-то и политические страсти, симпатии, антипатии, и экономические страсти. Кто-то разорялся, кто-то обогащался. Вот, зависть, любовь, ненависть, вражда, дружба. Все это было и тогда, и сейчас. Эти камни, они помнят очень многое. Но Господь наш пребывает вовек, друзья. И пусть в нашем поколении прославится имя Иисуса. И пусть эта земля, изрядно обогренной кровью, слезами, пусть она расцветет благоуханием таким евангельским, пробуждением духовным. Во имя Иисуса Христа благоставляю Крым, благоставляю Севастополь, эту землю. В частности, вот, да, благоставляю, да, древние земли Херсонеса во имя Иисуса Христа. И благоставляю все земли, все страны, народы. Благоставляю Израиль, Иерусалим, то место, откуда вообще все начиналось вообще. Да, с небольшого ручейка рождалась огромная река Царства Божьего, которая разлилась ныне по всему лицу земли. Благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аминь.